Итак, уважаемые зрители, а также гости данного канала. С вами Алвара, и я рад вас вновь поприветствовать в этих бесплодных землях, где наши гоблинские парни начинают понемногу дохнуть с тоски. Они ждут, пока мы им дадим команду пограбить и повоевать каких-нибудь человечков, людишек, отомстить гномам, отправиться за краесветные горы повоевать с такими же гоблинами, как и мы, ну или в конец слететь с катушек и пойти повоевать с вампирами. В общем-то, в любом случае, мы дадим нашим парням шанс развеяться. Однако, какие у нас планы минимум и максимум на данную серийку? Как вы помните, мы уже вышли на границу с Каразанкором, и можем в любой момент напасть на нашу главную цель, Караза-Карак и данное гноме королевство, чтобы завоевать все эти земли и благополучно завершить эту партию, поскольку цель моя главная будет выполнена. И мы уже можем даже сейчас объявить войну. У нас 22 тысячи бойцов, учитывая то, что лимиты наши еще не полные. У нас есть куча вассалов, и у нас есть два пути наступления на гномов. А у этих гномов всего-то 7,5 тысяч бойцов и минус 9 монеток в казне. С одной стороны, гномы в достаточно невыгодном положении. С другой же стороны, я в эти горы без вакха не полезу. Во-первых, так как мы уже воевали с гномами недавно и собирали вакх, и не один, у нас сейчас висит модификатор попытка вакха. То бишь, размеры ополчения минус 30%, место уровня налогов минус 45%, и до 1953 года это все у нас будет длиться. Второй модификатор меня особо не волнует, ибо основные наши налоги мы получаем от торговли, и они уже сейчас достаточно велики. Плюс 32 монетки. Первый модификатор достаточно неприятен в том плане, то что у нас сейчас вот эти вот 32 800 гоблинов, это только 70% от нашей максимальной армии. Плюс ко всему, как только мы объявим войну данным бородатым любителям эля, они благополучно призовут в эту войну другие гноми королевства, и мы будем опять воевать с несколькими гномами-семьями. И постоянно огребать то с одной стороны, то с другой стороны, перенаправляя свои войска. К тому же, после объявления войны, у этого усатого гнома благополучно начнут появляться ивентовые войска по 1600 гномих бойцов, которые, разумеется, будут бесплатные, которые будут состоять из тяжелой пехоты. А эти тяжелые пехотинцы не прочь покрошить пару сотню гоблинских голов. Ну и кроме того, снабжение. Снабжение здесь, в принципе, неплохое, в этих горах по 14 тысяч, хотя здесь вот 10 тысяч, чуть глубже по 6 тысяч. Ну и в общем, в общем, обычными армиями, если будем это осаждать, это будет дольше. Ну, разумеется, осаждать при этом не истощаясь. А армиями вакха мы осаду можем проводить достаточно большим количеством гоблинов, и тем самым быстрее брать крепости. Ну и, собственно, мы не можем объявить сам вак, пока у нас висит тот модификатор. Поэтому, 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 как я уже сказал, без вакха я в эти горы не полезу. Поэтому я мог, в принципе, схалтурить немного, дождаться 53-го года за кадром и начать запись, как только у нас спал бы данный модификатор. Но, почему я этого не сделал? Да потому что нам бы, по-хорошему, нужно было все это время сидеть в мире, накопить войска и налаживать отношения с вассалами, ну и заниматься другими полезными вещами внутри нашего государства. Но, нашему правителю 70 лет, а я здесь не вижу модификаторов, которые бы увеличивали его возраст жизни. Возраст жизни. И, второе, пока мы находимся в мире, очень велика вероятность то, что нам начнут кидать дуэли, вот данные гоблина вроде этого, у которого и Стрейд, огромный гоблин, как и у нас. И он считает себя достойным претендентом занять наше место. Но не только гоблины, еще и Оркинам кидали бы такие дуэли. И был бы шанс, что мы проиграли, потеряли бы нашу империю, потом потеряли бы и королевство, и в итоге скатились в днище. Начали с того, даже начали не с того, с чего мы, ну, скатились бы не до того, с чего бы мы начали, а еще ниже, потому что мы начинали с королевства, так бы мы стали сначала королем, потом бы нам снова 100% кинули дуэль, мы стали бы герцогом, и так бы до графа мы могли скатиться. Поэтому нам придется воевать. А с кем нам воевать, кроме гномов? А, у нас вариантов несколько. Либо же объединить окончательно пустоши, либо же закрыть светные горы, подчинять гоблинов, либо же на север приграничное княжество воевать с людишками, либо же вообще, как я уже сказал, немного упороться и пойти воевать с вампирами. Проложить тут небольшую дорожку через Аверленд, уже Аверленд, да? Аверленд. И повоевать с Сильванией. Хотя, с другой стороны, Сильванией, а гномы, эти воины бы в любом случае затянулись, поэтому вампиры это такое себе. В общем, в общем, поэтому сейчас мы будем ждать либо же 1953 года, либо же пока у нас восстановится резерва, а у гномов вообще не останется сил, в чем я очень сомневаюсь, поэтому, поэтому, поэтому скорее дождемся 1953 года и будем молиться, что наш правитель не умрет, хотя наследник у него есть. Очень даже не сказать то, что неплохой, но не сказать то, что ужасно. Сойдет. Ладно, что же, начнем, пожалуй, с пустошей. Разумеется, это все будет происходить быстро, весело, задорно, война будет объявлена всем, затем, скорее всего, закрыть светные горы, потом повоеваем с гоблинами здесь, немного покромсаем приграничные княжества, ну и уже далее, далее на сладкое Корзенкор. Ладно, приступаем. Начинаем объявлять всем войну и браться за дело. Так, что касается людей, здесь люди из Королевства, поэтому их мы пока трогать не будем, вот здесь человечек независимый, поэтому мы ему также объявляем войну. Воинов достаточно много, поднимаем мы вассалов, поднимаем мы наши войска и благополучно идем ими в бой. Так, изначально расправимся с данным гоблином, запускаем время, казна у нас, благо, будет идти в плюс, 32 монетки, ну это пока что, сейчас у нас немного сместится доход, потому что армии мы призвали наши, хотя, с другой стороны, можно просто-напросто посмотреть, сколько у нас здесь будет доход. Доход в торговле 306, личное владение 83, расходов вообще нету. А вот, появились 160 монеток, расходы на армию, минус 16 монеток мы потеряли, но это не так уж и много, поэтому мы насчет денег не беспокоимся, войска разделяем, одну часть сюда, одну часть сюда, ну и далее, с одной стороны, нам неплохо было бы направить наши войска, точнее, войска наших вассалов, на оккупацию гоблинских, орочих и людских поселений. Здесь, пускай осаждают наши други, гарнизон тут, гарнизон тут, конечно, офигенный, просто один боец, один гоблинский боец, который противостоит трехтысячной армии. Он храбро сражался, и храбро погиб. Он явно кого-то забрал с собой, а может и нет. Этого мы уже точно никогда не узнаем. Далее, возможно, побоюем с этим королевством, зажмем у них только вот эти вот три провинции, которые находятся на наших землях, которые должны и обязаны принадлежать нам, ну или же мы завоюем их полностью. Хотя у вас какое укрепление тут? 4,25. Сойдет. Может, мы даже вас завоюем полностью, а у нас есть корабли, вопрос. Да, у нас есть корабли, достаточно внушительный флот, и этим флотом мы не побоимся воспользоваться. Так, здесь уже прелизо требует мира. Выдвигаем требование раз, выдвигаем требование два, выдвигаем требование три, и выдвигаем требование четыре. Так, получили мы все эти земли в свое распоряжение, теперь у нас куча лишних титулов, и эти титулы неплохо было бы сразу же и раздать. Так, отлично, титулы распределены. У нас нету снова переизбытка этих самых титулов, и мы можем далее спокойно продолжать нашу благополучную войнушку. Так, люди все-таки решили не нападать на наши фактории, ну, смотрите у меня, смотрите. В таком случае мы вас пока что оставляем в покое, и идем грабить ваши города. Почему бы и нет? Так, войска вперед. Здесь две тысячи оставшихся мы направляемся вот сюда, и продолжаем наблюдать за тем, как поступать наши вассалы, куда будут двигаться противники, и стараться предугадать их действия. Субтитры создавал DimaTorzok Наши вассалы как-то передумали заниматься осадной деятельностью. Я их направил на осаду, они решили просто постоять. Ку-ку! Ку-ку, уважаемые гоблины! Давайте в бой, а? Давайте заниматься полезными делами. Давайте не будем просто стоять. Давайте будем расправляться с нашими врагами. Ну, давайте я вас просто направлю, чтобы вы были более-менее адекватны, их более-менее помогали нашей войне, потому что так вы как-то слишком уж тупите. Так, вот столько вот гоблинов мы направим. Этого вполне себе будет достаточно. Так, здесь мы сражаемся еще и против вот тебя. А ты откуда? А ты, мой друг, отсюда. У тебя тут красный сифилис, у тебя тут все весело, все задорно, и у тебя только 4000 бойцов. Поэтому, пожалуйста, иди к своему сифилису и нас не трогай. Так, здесь замечательно. Начали наконец-то расправляться мы более-менее с орками. Здесь орки решают нас попробовать уничтожить, но я думаю, у них это не получится. Или они не решают нас попробовать уничтожить, а просто идут куда-то в нашей земле, чтобы их продолжить осаждать. Но в любом случае мы расправимся с ними первыми. У нас войск больше, у нас земель больше. Пока они будут все наши оккупировать, мы оккупируем все их. Гениальный план и очень простой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Или им просто мешает ходить их борода. И первый, второй вариант мне нравится, но второй все-таки побольше. Так, мир, как я понимаю, ведь так, ведь так. Так, выдвигаем требования, получаем все эти земли, расправляемся мы с ордой, и у нас остаются одни только людишки, и эти людишки у нас сейчас получат по первое число. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сражение. Вопрос в том, кто командует армиями. Так, армиями командует наш полководец. Прекрасно. Лучший из лучших. Хотя, с другой стороны, у нас здесь по центру стоит орк, который пытается уничтожить людей, но у него это не получается. А почему? Потому что людей там, наемные армии, которые состоят из тяжелой пехоты и тяжелой кавалерии. Огонь. Просто огонь. Ну, в таком случае, будем перегруппироваться понемногу. Так, армии мы наши распускаем, собираем их заново, чтобы снова обновились наши резервы. Так, здесь у нас кто-то пытался нас пограбить, убить какие-то. Вы вообще кто такие? Вы вообще вампиры, люди, которые решили нас пограбить. Ну, удачи вам этом. Вы, конечно, можете пока нас грабить, но вопрос в том, что вы хотите найти у гоблинов. Вообще, какой умный авантюрист, умный разбойник, умный вождь племени решит грабить гоблинов? Что вообще у них можно взять? Конечно, провинции находятся на торговых путях, но гоблинов не особо заботятся этими торговыми путями, разве что на них есть торговые фактории, но тут даже факторий нет. Так что вопрос остается открытым. Что вы здесь забыли? Ладно, не суть. Продолжение следует... Ой, парни говорят, что ты больше не орочи, варбосс, и этот лагерь принадлежит им. Что? Кого? Где вы? Тут вы... А почему тут... Так, ты вообще кто такой? Ты вообще откуда? Ты вообще отсюда? Короткобородый гном. Без воинов. Какой-то непонятный номинальный титул. Ну хорошо. Ладно. Убедил. Будь тут. Будь тут. Тут ведь. Тут тут. Быть воды. Здесь. Тут rooms. Будь тут. Здесь. Здесь. Продолжение следует... Угроблены, их армия сейчас распустится, выдвигаем мы требования, получаем эту провинцию и радуемся нашей жизни. Так, прекрасно, у нас превышение лимита. Куда вы до Юры входите? Мне интересно, вы до Юры входите вот сюда вот. Так, одну секунду, один момент. Один момент, так вот, трус, гоблин, неизвестно какой, пожаловать эту землю и отдаем тебе эту провинцию. Так, прекрасно. Теперь идем разбираться с данными повстанцами. И будем объявлять войну уже другим гоблинам. Или же, или же двигаться в приграничные княжества. С одной стороны, братьев-гоблинов нужно объединить. Они там, наверное, страдают от истощения, страдают от унижений и притеснений со стороны хашудов, со стороны иных домов. И им бы неплохо было бы смотреться под нашей защитой. Пускай они этого не совсем понимают, но мы им это объясним. Силой меча, правда, но... Как еще можно объяснить не слишком умным нашим братьям и соседям, как им будет лучше. Ладно, расправляемся с повстанцами и вперед на наших соседей. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Майники, майники или вареники. Хотя это глупо. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь... Кто? А, хашуды совершают на вас набег. А еще кто? И установление гегемонии со стороны мумий. Из нихикары. Э, что? Ну, раз мумии, то это несколько меняет дело. Я вас даже пощажу, мои дорогие друзья. Я думаю, вы сами вправе определять развитие своей дальнейшей политики. Вправе сами решить, с кем дружить. С кем вести войны. Ир, вы не хотите быть нашими вассалами? Вы же не хотите, да? Да, 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 да. Так, стать вассалом. Ну да, вы с кем-то воюете, потому что вы не хотите. Поэтому, счастливо вам путем, жизни и дальнейшего развития вашего великого государства. А мы идем от вас куда подальше. Так что, давайте-ка мы здесь разберемся с приграничными княжествами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Счетливо будет вознагражден и он заслуживает мою услугу. Эм... Крафт оф комманд. Оу, мы получили корону Причем необычную корону Боевой дух для обороняющихся Плюс 20% и узкий фланг Плюс 20% Так, мы трус И по что это дело, мы наш боевой дух нивелировали этой короной А шляпу, что она сдает Кстати, я, как я уже говорил, я не помню, откуда эти две вещи у меня Возможно, броню я скрафтил, но шлем я точно его не делал Так, боевой дух Личные боевые навыки, плюс 2 корона, узкий фланг и боевых двух обороняющихся. Ну, пока мы все равно не сражаемся, а боевые модификаторы личного боевого навыка лишним не будут, поэтому мы оставляем у себя, пожалуй, ту шапочку. Тот легкий шлем, а корону мы оставим на будущее. Ну, броню мы, разумеется, всегда носим при себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok а мы серьезно мы еще с орком каким-то сражаемся а как это произошло мы сражаемся с каким-то орком гениальным орком который находится в починении у еще одного орка ты а ты напал вторжением за эту провинцию а мы у тебя ее отхватили терян ты ее хочешь вернуть в общем понятно как мы с тобой сражаемся все уяснил а Субтитры сделал DimaTorzok Тем более тут у нас уже почти все войны выиграны. Раз война выиграна, которую мы начали, два войны выиграны, которую мы начали. Осталось только оккупировать все земли, и это опять же сделаю за кадром. Далее по повстанцам. По повстанцам у нас здесь находятся две разрозненные армии гоблинов, которые каким-то образом смогли победить одну армию здесь гномов. И находятся здесь у нас одни повстанцы-люди. Но их тут 1600, легкая кавалерия, легкая пехота и лучники. С ними тоже будет легко расправиться. Но и остались у нас только орки, которые сражаются за ту же провинцию, за которую сражались и мы. У них 100 с лишним бойцов, огромная армия, несомненно. Но я думаю, мы с ней как-нибудь так же справимся. Поэтому, как я уже сказал, войны я закончу за кадром. Дождусь, пока будет возможность объявить Вакх. Наберу армию Вакха. И, собственно, пойду на гномов. Ну и это, наверное, уже будет последняя наша серийка. Поскольку цель будет выполнена. Я не сомневаюсь в нашей победе. Она, конечно, будет очень тяжелой. Ибо гномов призовут союзников, гномов призовут войска. Я это уже знаю. Я это уже чувствую. Я уже в предвкушении. Но, это серия следующая. А сейчас, уважаемые зрители, я буду с вами прощаться. И до встречи в следующей серии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok